Привет всем! Продолжаем проходить Dead Stranding. Не забывай подписывай мой канал, ставь лайк, ставь лайк и оставляй комментарии. Всем заранее спасибо! Сканирую. Счастливого пути. Если потерялся, открой карту на своем браслете. Изолятор ты вряд ли с чем-то можешь спутать. Если не знаешь как добраться, ставь метки и черти маршруты. Попробуй и поймешь о чем я говорю. Хм. Дилете это? Жаннее в assumption. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Девушки отдыхают Девушки отдыхают В Центральном был не только штаб Бриджес Это также был и центр движения реконструкционистов Если бы президенту не понадобилось особое лечение, она бы никогда не уехала А тогда, конечно, не уехали бы и мы Девушки отдыхают Девушки отдыхают Как я и сказала, ее показатели держатся на том же уровне Значит, шансов никаких? К сожалению, боюсь, что нет Сэм, это я, Дэдмен Прости, я забыл Боюсь, что состояние президента ухудшилось Спасибо Это поможет унять боль Чтобы она могла поговорить с тобой напоследок Она? Первая и последняя женщина президент Соединенных Штатов Ты ведь ее помнишь? Она тебя воспитала Одет ты не очень-то подобающе Иди хоть комбинезон сними Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Это правая рука президента Директор Бриджеса Да, Хардман А, ты был в Бриджесе один? Значит, ты тут и так всех знаешь Сколько прошло, Сэм? Лет десять? Ну, надо же Собрались вместе бессмертные уроды Ну, что ж Я тоже рад тебя видеть Президент ждет Это твоя мать Бриджет Она немного не в себе Но тебя-то она должна узнать Мадам, президент Сэм пришел Мы оставим вас Сэм Я знала, ты вернешься Как ты поживаешь? Я знаю, ты на меня зов Амелия Амелия? Ты помнишь, она ушла на запад Путь занял три года Она хочет отстроить страну Вы не забросили эту идею? Я хотела отправить тебя, Сэм Время на исходе Помоги ей, ты ей нужен Вместе вы восстановите связь Объедините Америку Сэм, если мы не объединимся Человечество обречено Но страна нам больше не нужна Нужна Иначе у нас нет будущего Нет, Америке конец Бриджет Ты президент пустого места Сэм, послушай Прошел Так ты хочешь помочь мне? Нет, я... Я люблю тебя, Сэм Я буду ждать тебя на берегу Мадам президент А, нет Доктор Доктор, помогите нам Быстро шли сюда У нее уже сто пятьдесят кубиков Она не реагирует Держитесь Мадам президент Пульс падает Ну уже Мы ее теряем Время смерти Мы ее теряем Мы ее теряем Прошли Прошли Нужно Шмел Слушай, никто не должен знать, что она умерла. Иначе Бриджесу настанет конец. То, что здесь произошло, останется между нами. Ты понял? Да, директор. Но как нам поступить с телом без отдела утилизации? У нас есть решение. Сэм, перед смертью президент заключил с тобой контракт. О чем ты говоришь? В качестве члена Бриджеса ты поможешь нам всем восстановить Америку. Ты хочешь меня завербовать? Она уже пыталась. И у нее получилось. Взгляни на свое запястье. Если уж это не символизм, то я не знаю. Директор, рак распространился по всему ее телу. Изъятие органов исключено, и проводить вскрытие нет нужды. Тело нужно кремировать, пока не начался некроз. Иначе от нас тоже останется один кратер. От меня то, что требуется. У нас сейчас нет ни одного курьера. А твои знакомые из отдела утилизации погибли. Но тело президента нужно сжечь. Выплеск разрушил дорогу, которая вела от столичного узла к крематорию. Теперь добраться можно только пешком, по горам. Наплотность Хиралия там зашкаливает. Значит, там твари. Нам нужен особый человек. С думом. Возвращенец. То есть я. Почему? Сэм, ты уже один из нас. А теперь за дело. Сэм Портер Бриджес. Сэм, ты уже один из нас. Президент Стрэнд верила в возрождение Америки. Она неустанно трудилась во имя объединения наций. Не будь ее, не было бы и Бриджес. Ее следует похоронить с почестями. Но мы этого сделать не можем. Вместе с ней умрет Америка. Без нее Бриджес тоже исчезнет. Слушай. Ее кремацию нужно провести в строгой тайне от всех. Ну, допустим, а дальше? Кто займет ее место? Смирись. Америки больше нет. Сэм, Америку рано хоронить. Он сказал, она умрет вместе с Бриджит. Для нас она умерла. Но Америка достойна иметь президента. Что-что? Поговорим об этом потом. Сейчас главное. Довести до конца дела, начатое твоей матерью. И отстроить Америку по ее заветам. Для этого и существует Бриджес. Сделай первый шаг, Сэм. Доставь тело президента в крематорий. Если мы все не объединимся, человечество обречено. Я хотела отправить тебя, Сэм. Времени не осталось. Я люблю тебя. Буду ждать тебя на берегу. Он расположен на юго-западе. Учти, придется пройти по территории тварей. Мы построили крематорий высоко в горах, чтобы содержащийся в дыме Хирали не шел к городу. Будет непросто поднять туда тело. Мы будем вести круглосуточный мониторинг. Если что-то обнаружим, свяжемся с тобой через браслет. Сэм. Это Дайхард. Дедман. Дайхард рассказал тебе про браслет. Используй его, чтобы найти сжигатель. Дайхард. Дайхард. Сэм. Надеюсь, я не должен напоминать тебе, что при перевозке трупов важна каждая минута. Через 48 часов после остановки сердца Труп некротизируется и превращается в новую тварь. Президент Бриджет Стрэнд была символом восстановления Америки. Даже когда страна раскололась, а люди разбежались, она продолжала верить, что их можно объединить. Люди поверили в возрождение Америки, потому что верили президенту. Мы верим, что эту страну можно возродить. Америка жива вместе с бессмертной душой, Бриджет. Америка жива вместе с бессмертной душой. Счастливого пути. Продолжение следует... Продолжение следует... Стопы. Отдали. Да, да, вот так. 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 Да, да. Да, да, да. Да, да. Да, да. Да, да, да. Да, да, да. Да, да. Да, да, да. 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 Спасибо за помощь. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Ты молодец, Сэм. Спасибо. , Сэм. Спасибо. Бриджит нас покинула. Но мы можем сохранить её наследие. Сэм послушай. Мечта о возрождении Америки не умерла. На этом я не хочу. Взгляни на нашу новую надежду. Новую Америку. Амелия? Пусть мама умерла. Но я здесь. И ты, Сэм. Ты тоже здесь. Вы с ней десять лет не виделись, да? Она за это время не постарела ни на день. Он знает почему. Мое тело на берегу. Там время не имеет значения. А вот ты повзрослел. Хорошо выглядишь. Я здесь. Значит, ты это всерьез насчет восстановления связи между всеми? Кто-то должен сменить Бриджит, Сэм. И что важнее, продолжить ее дело и заново отстроить нашу страну. Саманта Америка Стрэнд. Наш новый президент. Новое начало для нашего народа. Нашей страны. Под ее руководством мы восстановим UCA. Соединенные Города Америки. Вот как мы возродим нашу страну. Но нам понадобится твоя помощь, Сэм. Нет. С меня хватит. Я распрощался из Бриджит и со всеми вами. Но мы тебя не забывали, Сэм. Это ты сбежал. Ты порвал с нами. Амелия собрала отряд. Лучших из Бриджиса один. И ушла на запад. Я провела их через кратеры и земли тварей. Я оберегала их, пока они искали уцелевших. Не пропустила ни одной твари. Всех замечала издалека. Мы убеждали поселение за поселением примкнуть к нам. И мы оставляли с ними наших людей помогать. У нас ушло на это три года. Но в итоге мы сумели добраться до краевого узла. До Тихого океана. Боже. Да. Но потом все покатилось к черту. Отряд уничтожили. Амелию схватили. Схватили. Но не та, чтобы меня держали в клетке или под замком. Мне разрешают гулять, и я могу говорить с вами, когда захочу. Но нельзя покидать город. Их цель – обеспечить независимость краевого узла. По крайней мере, так ей говорят. Они хотят, чтобы ЮСЕи к ним не лезли. Амелия нужна им в качестве страховки. И еще раз, кто эти придурки? Дементы. Сепаратистская группировка. Они контролируют краевой узел. Я про них слышал. Кучка террористов. Убивают людей, превращают города в кратеры. Да. Они ничем не гнушаются. Могут даже подстроить выплеск. Так ты считаешь, тот взрыв в центральном узле – их рук дело? Возможно. Эти экстремисты расползлись по всей стране и гадят нам из-под тяжка. У них нет четкой организации. И их ничто между собой не связывает. Кроме идеологии. Я знаю, что не все разделяют наше виденье будущего. Если мы, американцы, не объединимся вновь, человечество обречено. Я повторяла послание матери людям из разных поселений. Но они все были готовы принять его. Многие предпочли остаться в изоляции. Они держатся особняком поодиночке. Как ты, Сэм? Они думают, что Америку можно возродить лишь силой. Что им станут указывать. Отберут у них свободу и закуют в кандалы. Типа вот таких, да? Вы не лучше этих дементов. Еще одна секта. Это не кандалы, Сэм. Это символ нашей связи. Это то, что нам сейчас нужно из разрозненного сделать единое. Сформировать хиральные узлы и связь. Сэм, ты должен отправиться на запад и завершить начатое. Люди, которых Амелия оставила по пути, построили терминалы хиральной сети. Но они не соединены друг с другом. Ты должен связать их воедино. А для этого нужен Кьюпит. В нем содержатся все операционные протоколы, необходимые для интеграции терминалов в общую сеть. Отнеси Кьюпит на запад и воссоедини народ нашей великой страны. А как достигнешь краевого узла, разыщи Амелию и верни домой. После этого я вступлю в должность и продолжу дело, которое начала моя мать. Таково последнее желание, Бриджит. Так мы возродим нашу страну. Пожалуйста. Ты нам нужен. Я теперь Сэм Портер Бриджес. Я больше не Стрэнд. Черт, я даже не один из вас. Вы меня выгнали. Не хочу иметь дело ни с вами, ни с кем-то еще. Никогда. Стой! Видишь? Меня как будто здесь нет. Как всегда и было. Сэм! Сэм! Подожди. Стой! Послушай. Вы нужны Америке. Вы оба. Когда опутали весь мир проводами, войны и боль не прекратились. Можете попробовать еще раз, но только потом не надо удивляться. Все идет по кругу. Соедини, объедини. Не все так просто. Ладно, ладно, Сэм. Не горячись. Я понимаю. Тебе нужно время, чтобы все обдумать. А пока иди, передохни. Хорошая мысль. Организму нужен сон. А иначе рано или поздно соединишься с той стороной. Мы провели профилактические работы. Подправили кое-что для твоего удобства. Можешь пользоваться. В кои-то веки Дум и ББ оказались удачным сочетанием. Или, может быть, вас связывает некая взаимная симпатия? ПОДПИШИИ Сэм. Послушай, ты Сэм Стрэнд? Нет, уже нет. Это в прошлом. Меня зовут Сэм Портер Бриджес. Странное слово, прошлое. Казалось бы, оно уже позади. Но иногда оно давит на тебя, словно груз. Или удерживает на месте, как якорь. Я застряла, Сэм. Здесь, на берегу Тихого океана. За тысячи миль от тебя. Но мы все так же близки. Ты свободен. Но мы все еще связаны. Не отрицай этого. Вернись, Сэм. Я буду ждать тебя. Сэм. 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 Доброе утро, Сэм. 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 Продолжение следует... 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 Сэм, это Тай Харнер. Твоя задача – протянуть хиральную сеть отсюда до портового узла. Но не думай, что сможешь сразу пойти туда. Сигнал туда не долетим. Чтобы покрыть такое расстояние, нужно использовать узлы. Считай, что ты связываешь веревки, чтобы сделать длинную. Первый такой узел – это пункт Бриджеса. Взгляни на заказ. Доставь то, что им нужно, и под ключик едет. Сэм, в описаниях заказов может быть жизненно важная информация. Изучи ее, прежде чем выдвигаться в путь. Продолжение следует... Сэм, для этого маршрута мы... Они помогут на крутых склонах, а из лестницы может выйти мост, если нужно перебраться через реку. Наверное, сейчас ты думаешь о том, как тебе доставить заказ. Продолжение следует... 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 Сэм, рейтинг запоможет пересечь большинство рек. Мы тебе ее выдали, больше всего. Сэм, рейтинг запомнился. Продолжение следует... 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 Ты из второй группы, да? А где остальные? Мертвые. Выплеск пустоты. Как так? Один взрыв накрыл всех? И что, они отправили тебе одного? Если это была бы просто доставка, это одно. Курьеры иногда приходят сюда, но... Вторая группа должна была принести Кьюпит и подключить нас. Три года мы ждали помощи. Три года! И прислали одного человека. Чёрт, чёрт, чёрт! Хотя бы скажи, что ты принёс не только Вокси. У меня есть Кьюпит. Ты... правда? Так это правда. Они его наладили. Ну, возможно, небо услышало мои молитвы. Так чего ты ждёшь? Подключи нас к чёртовой сети! СТРИГУИ german hasilising. ТРИГУИ з А. Продолжение следует... Продолжение следует... То есть ты своими глазами увидишь Амелию? Это потрясающе, честное слово, я... Я никогда её не видел, только голографические сообщения, когда был в первой экспедиции. Ну, в общем, будь осторожен в пути. Есть и плохие люди, и их больше, чем хороших. Но... ты сам это знаешь. Спасибо, Сэм. Подключив этот пункт к хиральной сети, ты установил прямой контакт с ними, кто остался в столичном узле. Да. Что дальше? К западу от пункта есть здания, построенные предыдущей экспедицией. А за ними находится твоя цель – портовый узел. На краю кратера, возникшего после первого выплеска пустоты. Твоя задача – соединить портовый и столичный. Но для этого ты должен превратить наши здания в дополнительные пункты. Они необходимы для создания стабильной связи. Расстояние-то большое. Мы хотим использовать и распределитель, и электростанцию. А куда направиться раньше – начни с распределителя. Есть один груз, который нужно доставить. Забери в ближайшем терминале доставки. Отлично. Доступен новый заказ. Чтобы узнать больше, загляните в терминал доставки. Твой труд приносит плоды. Мощность сети увеличилась, и поэтому штаб-квартира теперь может дать тебе дополнительные материалы и поддержку. Лишними не будут. Заставляю груз. Спасибо. Доставлю маниagna. Продолжение следует... 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 Заказ назначен. Оружие разрешено. Оружие разрешено. Внимание, Сэм, твой груз обнаружен. Уходи, скорее, пока тебя не увидели. Чтобы тебя не поймали, беги к месту назначения. Сэм, длительное воздействие темпорального дождя повреждает контейнер. Не оставайся под дождем дольше, чем нужно. Сэм, длительное воздействие. Сэм. 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 Продолжение следует... 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 Теперь самоотравление будет наступать медленнее. Тебе следует помнить, ББ – это просто прибор. Не надо привязываться. Каждого из них физически извлекли из матки некроматери. Этот процесс делает их непредсказуемыми и весьма ненадежными. Еще ни один образец ББ не прослужил дольше года. Твой может начать сбоить еще до конца экспедиции. Ну и… То есть никак нельзя сохранить жизнь ББ? Ты должен понять, мы еще очень многого о них не знаем. Расширяя хиральную сеть, восстановив больше данных, может, мы и найдем ответы. А, да! Ты просил узнать, почему твари реагируют на твою кровь. Я поговорил с Хартманом. Результаты скоро будут. А пока что отдыхай. Ты устал, да и ББ тоже. Спокойной ночи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Т.А.М. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Т.А.Кулак Падает лондонский мост, падает моя леди. Сэм. Ты меня видишь? Как ты? Держишься? Меня не стерегут. Я не в цепях. Но не уйти. Но если ты наладишь связь и доберешься до меня, мы вернемся на восток. Домой. Спасибо. Правда. Все плохо. Людей в городах становится все меньше и меньше. Никто больше не заводит детей. Но люди не должны быть одни. Они должны жить вместе. Помогать друг другу. И если мы на это не способны, если мы утратим связь, то тогда, как сказала Бриджит, вымирание. Да брось. От тварей мы так все равно не избавимся. Пока они среди нас, бежать некуда. Но у нас будет надежда. Я буду ждать, Сэм. Ждать тебя. Разыщи меня. Привет, Сэм. Это Хартман. Раз уж ты проснулся, неплохо бы освежиться. Может быть, сходишь в душ? Это полезно для души и тела. И для моих исследований тоже. Сэм. Это Хартман. Дедман передал мне твою просьбу, поскольку исследование тварей курирую я. Я возьму образец твоей душевой воды, чтобы выяснить, какой эффект оказывают твои телесные жидкости. Ты изучал других людей, сдумал? Всех Бриджит. Себя и маму. Результаты пока неоднозначные. Но у тебя есть другие необычные свойства. Ты ведь возвращенец. Я, признаться, испытываю определенный оптимизм. Обработка жидкостей. Выделений. Ехали. Наполгиня. Вот. Возьми с собой образец. Если будет возможность, плесни им на тварь. Посмотрим на реакцию. Кто знает, может, это станет тебе подспорьем. Была одна научная работа на тему, какой эффект телесные жидкости людей вроде нас оказывают на тварь. Подобные материалы наша единственная надежда вернуть знания о прошлом. Не только о выходе смерти, но и об уникальных свойствах твоего тела и о нашем общем недуге думе. Может, еще не все потеряно. Сэм, меня не интересует возрождение Америки. Меня интересует прошлое. А, уже почти все. Ну, установим связь. Ничего не будет. И что? И что тогда? Сэм, прости, что беспокою во время отдыха, но тебе нужно это услышать. Может, тебя это даже обрадует. Мы получили несколько сообщений на твое имя. Я сам их не смотрел, но они в основном от твоих клиентов. Стоит проверить, вдруг там полезная информация. Ты можешь просмотреть почту через браслет или терминал у себя в комнате. Я хочу поговорить еще кое о чем. Хиральная сеть дает нам возможность восстановить прошлое. Данные из разных уголков Америки, считавшиеся навсегда утраченными, можно собрать по фрагментам. Наши архивы, конечно, пока не полные. Но по мере того, как мы будем встраивать в сеть новые пункты и города, мы будем добывать все больше и больше данных. Например, журналы и отчеты предыдущей экспедиции. Присланные ими данные пропали при разрушении центрального узла. Часть данных уже удалось восстановить. Ты можешь просмотреть их через свой терминал или через браслет в разделе архивы. Тебе будет интересно. Мы так не договаривались. Вы обещали сделать все возможное для спасения, Бе-Бе. Так и есть. Но мы пока не можем отпустить вашего сына. Поверьте мне, так будет лучше. Поверить женщине в маске, которая лжет без конца? Поднимаемся. Сэм, я кое-что забыл тебе сказать. Это насчет уровня стресса Бе-Бе и снижения риска самоотравления. Если Бе-Бе испытывает стресс, с этим можно бороться разными способами. Например? В смысле, побудь там какое-то время. Покачай капсулу легонько туда-сюда, но ты в курсе. Мне просто любопытно, как у него дела сейчас? Эээ, прежде чем я отвечу... Что-то не так? Подключая Бе-Бе, я что-то вижу. И что ты видишь? Типа, лицо. Незнакомый человек зовет меня. И еще комната. В ней разговаривают люди, но не разобрать слова. Эффект протечки. Я тебя не предупреждал? Ты принимаешь воспоминания Бе-Бе за свои. Это ложные флешбеки, не больше. Сейчас объясню. Бе-Бе извлекают из некроматери на сроки в 28 недель и помещают в капсулу. То есть еще до того, как он родился. Это останавливает его развитие. Но в 28 недель его органы чувств уже достаточно развиты, чтобы обрабатывать сигналы. Он вполне способен превращать информацию в воспоминания, которые перетекают в твою память по вашей связи. И кого же я видел? Возможно, какого-то врача или технолога. Какая разница? Этот Бе-Бе уже давно работает. Он много у кого побывал. Откуда я знаю, кто произвел на него впечатление? Но ведь ты же эксперт. Нет никаких экспертов. Бе-Бе создавали тайна десятки лет назад. Они фактически черные ящики. Мы используем их, но не понимаем, как они работают. Поверь, я пытался что-то про них узнать, но почти все старые архивы пропали. Если я что-нибудь найду, то сообщу тебе. Даю слово. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...